Девушки отдыхают На чём это храм наш остановился? Ах, да! И его потомок Мухаммед начал войну с билийским султанатом. Итак, если вы не возражаете, я продолжу дальнейшее повестивание нашего славного ханства от лица комментатора, то бишь меня. То есть, чтобы писать на экране, то я буду озвучивать, а не в стиле какой-нибудь индийской такой сказки с хамаганаджу и так далее. Итак, какова наша ситуация? Ситуация такова. Мы ведём. Мы отхапали почти уже две провинции. Это Ладах и Хатан. Всё казалось бы, всё в шоколаде. Мы могли бы продвигаться дальше. И завоевывать дальше провинции Дрийского султаната. Но нет. А войну уступил Тибет. Великий Лама решил тоже получить свой кусок пирога в Гималаях. И поэтому он послал свои войска в Хатан. Хотелось бы я узнать. Хотелось бы я узнать. Для чего всё-таки он решил так на меня напасть подло в спину, когда я уже потирал руки над султаном Дели. Собственно, насчёт колонизации над кочевниками. Я зря сделал 400 человек в самом начале при старте. Так как теперь, когда какая-нибудь беззонная нация колонизирует кочевую орду, в принципе, являются уже 800 поселенцев. Это значит, в следующем заходе, в следующей колонизации уже, уже всё, провинция отпадает. Да, это, в принципе, очень плохо для кочевников. Быстро тратятся у нас, уходят провинции, а следует для нас исчезает лимит, повышаются налоги. И так далее, все вытекающие, как отрицательные, так и положительные. Куда уже без них? Мы заключили перемирие с Тибетом, согласившись на том, что я признаю им поражение, то, что он будет самый крутой, этот Лама. Вообще, в Тибете самый главный, и в Гималайях тоже. Тем временем, нам кидают династические браки на Гайская Орда, киногейды. Это хорошо, потому что лимитность в нашей стране упала, и надо как-то повысить. Я согласен с этим. Так как при масштабе лимитности у нас поднимается встание, а для нас это и так плачевно, в нашем случае. Поэтому мы создаем отдельную армию, состоящую из 3 полков конницы, для уничтожения такого вот заразы, как повстанцы, которые населяют нашу зелью, испокон веков. И вот, в Хатане придется встание аж до 6 тысяч пехоты, они решили пойти штурмом, но тут у них случился такое облом, потому что 3 тысячи их войск погибло при штурме крепости, и следовательно, нам стало легче захватить их, что в принципе его увидите. Войска нет, послать уже с Катана, и... 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 отобавим гулы по слам. Это наш ход. По всекому престижу. Заметим из судя престижа, и называем первое место в строке рейтинговых стран по престижу. Ну, и, к сожалению, ни по технологии, ни по территории, ни по бюджету. Что тут сказать? Не отсталый народ в этом плане. А вот, полстанция отступает к земле кимлидов. Мы отправляем нашу трехтысячную конницу в ставку в Муглистан, пускай они там ждут дальнейших наших указаний, на случай, если подминется новое восстание. А тем временем у нас все же продолжается война с Делием, природитель, чей обладает нагженным воинским талантом, 9 звезд, и из него прям таки суперский генерал, и даже вот в моей происходящей армии все-таки не сталкиваются с ним, так как я потеряю огромное, ну не то что огромное, численность войск, и в общем я играю все впоследствии за мной, моя армия будет разбита, и я ничего не смогу хуже атаковать. Еще скоро и Китай нападет, если вспомнить, что уже скоро закончится перемирие с этой желтой нацией. и дракон все-таки проснется, вот он и проснулся, дорогие друзья. Дракон пробудился в составе больше ста тысячи войск, и всю границу мою не пересекут, но и даже половины не пересекут, но учесть, что у меня в моей армии даже пяти тысяч нету полков, и то я даже превысил лимит, что идет убыток моей казне, инфляция растет, и следовательно, уровень технологии повышается, повышается стоимость строительства, что в принципе сейчас пока не важно, но в будущем это тоже будет традиция, конечно, моей экономики. вот все пока вот так вот плохо, тем временем, дельский султан уже почти осадил нашу украинцу, мы с 2000 полкомом с литар, крепость которая была первого уровня, она взялась очень легко, в принципе это меня радует, и Дели сейчас штурмуется, тем временем, пока в локнау стремится еще одна армия, ну как стремится армия, такую осаду небольшой корпус, вот близкий султан взял Чандига осады, мы отправляем конницу, чтобы быстрее до этой провинции, чтобы гарнизон заново не вывез, до 2000, мы могли бы взять штурмом или хотя бы осадой, и мы отправляем другой корпус, отделив от астана армии, локнау, пока наши войска остальные пытаются вернуть потерянную провинцию, казалось бы еще чуть-чуть и эта провинция стала наша, но, но, китайцы китайцы жмут, и они уже пересекли нашу границу, и идут в алтишах, что в принципе уже плохо, и если они еще закончен мир с айратами, захватив уже тем самым урумучи или там таны туа, то фронт откроется для них очень широко, они пойдут в трех направлениях, в первом очереди в алтишах, в втором джунгаре, в третьем алтай, а джунгаре, как знаете, уже прямая дорога на столицу, на куйджу, это очень плохо, так как у нас защита крепости маленькая, крепости быстро, еще не первого уровня, в отличие от противников, которые крепости второго уровня, это какой-то дает нам хардкор, что ли, вверх и отправляем всю нашу армию на войну с китайцами, а Дели мы пытаемся срочить мир, чтобы они не напали нас из-под тишка, так как Дели и Панипад их захватят, вот уже Панипад был захвачен, мы соглашаемся мир, и все, идем волчий шар спасать наши земли, только тут будет одна небольшая загвоздка, заключается в том, что китайцы отступают, они играют со мной опять в очередные догонялки, но они такие, в первой главе, они поумнели в этом плане, в общем даже похитрили, что меня весьма огорчает, и планы все расстраивают, но я сейчас хотя бы принять один ход, то есть прихода всей армии выделил конницу, и послал ее волчий шар, чтобы она быстрее догнала армию, и не успела ступить, и остатками пехоты помочь, чем возможно это, что из этого получится, вы сейчас увидите, здесь конечно есть и моя ошибка, возможно бы это и получилось, мой ход, но я слишком поздно отправил пехоту, мой дух слишком сильно упал, боевой дух армии, но в принципе это мне мало, чем помогло, так как из-за людей пошли подкрепления еще, и еще подкрепления тут я, в принципе, они не видно, я бы спасал шпионов, ну во-первых, прирост их не слишком маленький, за счет нашей малых размеров страны, и за настроек внутренней политики, естественно. Шанс вроде нормальный такой, но вот мне не везет за всю вот за все эти два часа игры, которые я сейчас вот вам демонстрирую, мне удалось все попасть шпионом один раз, а вот все там сколько попыток раз попыток десять точно было, все они оказались неудачны. Ага, что ж, шпионы в этом плане бесплатные я сделал. тем временем, как я и предсказывал, китайцы отхватили это все-таки часть Атарайской Орды, и это оказался город урумучи, урумучи, а это значит, что они идут на несколько фронтов, то есть, как мы видим, они идут в Алтай, в Джунгарио, и в Алтешар, сразу в трех направлениях. армия у меня одна, и кромсать готова только как раз таки она, если я разделю ее на более маленькие армии, это будет неразумно, так как китайцы хитроумные, здесь какой-то народ, и я направляю туда войска, казалось бы, а тут откуда ни возьмите, направляются еще в два раза больше войска из соседней провинции, поначалу даже не знаешь непредсказуемо они действуют с одной стороны, а шпиона, у меня была послать идея разведить обстановку, снять туман войны, но, 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 они все безуспешно провалились, так что мои разведданные не удались, я плохо осведомлен противники должен действовать как всегда вслепую, вот мы сохранимся, а вдруг что-то такое произойдет, что повернет ход событий все-таки не в мою сторону, и тогда моя партия закончится ну очень быстро, не успев вполне в принципе начаться, хотя ситуация была похуже, могу перевести известный пример, Навара, то же самое, хотя нет, в этом моде почему-то Навару Арагон не так сильно любит, вот бар, вот это все равно, да, вот в этом моде ее, как и в остальных, в принципе, обычные версии, съедают быстро, и там вот, да, вот даже задуматься-то, только релоуды, так называемые, помогают, которые, так сказать, перевешивают рандом, ну вдруг рандом склониться на мою сторону, тогда все будет хорошо, вот в чем идет тогда на этом расчет, вот, вот, китайцы у нас осаждают Алтай и Джунгарию, а мы со всех ног пытаемся помочь и спешим к ним, тем самым оставляя южные границы не защищенные от повстанцев и самих же китайцев, ну что ж, это вынужденное решение, так как это прямой путь, они открывают на Магульстан, на нашу столицу, и нужно защитить границу, между тем китайцы идут в третьем направлении, они идут на Алтешар, это совсем меня, немного злит, так сказать, тут нам суть скидает опять-таки далеко расположился орда, я не понимаю чем она мне поможет, ну ладно, пускай будет так, китайцы взяли Алтайский край и они идут обратно Барумучи, тем самым мы воспользуемся моментом идем Джунгарию отбить, вернее извиняюсь в Алтай, Алтай отбить вот мы догнали все-таки армию, которая взяла эту провинцию и готовы ее уничтожить, отомстить, так сказать, месть за месть за месть мы одержали победу китайцы отступили и вот китайцы извиняюсь, из-за автологии, но они опять-таки брут и мы пытаемся взять крепость штурма, так как там всего лишь 310 человек было, но это нам не удалось, наш боевой дух упал и мы стоим в осаде, делить полки я боюсь, потому что армия, которые нарастают армия, вернее, которая подступает границам, все нарастает и так по кускам они меня уничтожат и вегалтов у меня нету и в общем все беда остается надеяться на какое-то чудо чудо, которое так и не произойдет вот они решили задавить меня численностью послали еще больше войск в Алтай и вот и все еще больше шлют мне придется отступать чтобы не так сильно уничтожила уничтожилась моя такая армия мы отступаем в союзнический арген казарскую орду орду которая терпит тоже поражение но с более слабым противником я бы сказал ну очень слабым я понять не могу как она терпит поражение в то время как мы сдерживаем в общей численности 100 тысяч войска к сожалению у границ не 100 тысяч войск китайцев но все же порядком 40 тысяч есть сибирь дает казарскую орду имея в своем арсенале всего лишь 6000 полков пехоты очень странно заметив то что казарская орда имеет большую армию возможно она тупо согласилась на простой мир а также также вот если заметить сибирь даже тимуридов отобрала провинцию ташкент возможно это тоже и согласился вот на такое перемирие то то есть соглашение по которому ты теряешь 10 престижа и 10 легитности взамен ты получаешь белый мир но отдаешь провинцию вот таким мы поступили также отдав китайцам алтишар мы проиграли войну но не проиграли партию и походу так всего будет мы отдадим провинцию тибет да да хотан буддийскому лами и это совсем плохо так как если они еще и продвинутся в ладах то это потеряется граница с далийским султаном что в конечном счете ставит вопрос куда двигаться дальше в принципе оно и ясно на восток уничтожать сибирь вот граница сибири открылась если у нас не получится ничего с далийским султаном ее у нас загрушит а далее казахская орда ослабела можно попробовать на нее напасть в самом оборвав с ней всякие соглашения и ждать пока ослабнет тимуриды или двигаться еще дальше на восток в то время как китайцы меня жмут с запада и да это будет наверное продолжить затеку пока я все таки не наберу достаточно сил чтобы дать все таки вот настоящий вот отпор чтобы вот самих их захватить провинции но это все таки нужно ждать тоже гражданской войны в Китае но пока мне не везет рандом не на моей стороне и у китайцев все хорошо фракции не бунтуют не враждует в общем все у них хорошо тем временем у нас пользуется моментом разделив армии на две части мы будем воевать Сибирью и далийским султаном и тем самым это будет шикарный я бы сказал эпизод и далий нам кидает запросы они хотят ладах но мы отказываемся мы отрубаем голову и идем атаковать армия у нас сейчас еще маленькая на границе с далия так как вторая часть у нас расправляются с сибирским ханство само ханство само ханство занято восстаниями я не понимаю как все таки я все таки я уже понял как они завоевала даже провинцию у тимуридов у сильнейшей империи которой я даже боюсь соваться к ним а завоевала обычный такой ташкент что ж мы воспользуемся все таки этим моментом как вы принадлежали и захватим этот город пусть и базовый налог там равняется единице но в связи с тем что у нас земли уже две штуки отобрали нам и такая земля пойдет а вас наверное интересует почему я не съедаю айратов до конца хотя это да возможно можно было и раньше съесть еще урумучи но тогда границы выйдет еще страна которая мне мешает это будет мешать тогда Таманчжурия в принципе армия не такая уж и сложная да реально тут ничего сложного нету но в совокупе с китайцами они дают вполне такой отрицательный эффект негативные действия в общем все плохое и все бячное вот так мы пока продвигаемся на дар фронта ташкент мы завоевали вторую армию идем на подход к дели чтобы продвинуться вглубь пока сибирское ханство разбирается с моей провинцией чуй будет осуждать я думаю мы успеем можно больше индусов заключить мир с обоими странами в итоге мы получим ташкент и возможно какую провинцию в Индии желательно получить одну из них панипут но для этого получить нужно чанька все это нужно нам для дальнейшей реформы реформы по преобразованию в империю великих могволов так как дальнейший кризис на следы не погубит меня окончательно в совокупе с этими соседями которые меня окружают конечно не золотая орда и не тимуиды в которых соседи кучки с каждые 5 лет или даже меньше но но все же если учесть что у меня армия несколько раз меньше чем тимуиды золотой орды и военные тихие и морские тихие ну в общем вся технология отстает на 2 единицы то я думаю это весомый аргумент и так дорогие друзья вот и подходит к концу вторая глава я сказал что эта глава пожестче была чем первая как и обещал здесь присутствуют эпические сражения это был какой-то так называемый круг ада я думаю в следующей главе будет еще хардкорней ну и так постепенно потому что территория наша уменьшилась пусть мы все таки приобрели какой-то ташкент но пожертвовали двумя провинциями это алтишар и хатан алтишар мы передали китайцам а хатан мы передали тибетскому лаве вот вот и все что я могу сказать и походу индийцы на подходе завоевать ладар если у меня не получится взять под контроль эту же провинцию что ж с вами был барон серж удачи и да напоследок небольшой бонус смотрим come on everybody clap your hands oh you looking good i'm gonna sing my song it won't take long we're gonna do the twist and it goes like this come on let's twist again like we did my summer yeah let's twist again Продолжение следует...